всем привет нашим друзьям и зрителям нашего канала сегодня я сниму такое необычное видео мы приехали к моим родителям и у нас такая новость что мой папа стал рисовать он вышел на пенсию и вот нашел себе прекрасное новое хобби вы были очень удивлены и вот давайте сейчас я покажу вам что же рисует пишет мой папа на пенсии и еще сделаю такую ремарочку что мой папа даже жизнь никогда бы не мог подумать что начнет вот так рисовать что всю жизнь он проработал водителям но в тем не менее картины у него получаются просто чудесные и сейчас я буду показывать каждую картинку более подробно и отдельно и я вам еще расскажу как называются эти картины и начнем мы мои дорогие вот с этих вот его первых работ так посмотрим вот это вот замечательная картина называется она хрусталь все немножко приближу ее что вы могли и немножечко рассмотреть вот как здесь сочетание цветов призы кстати она даже немножко по-другому смотрится так теперь вот картина называется всевидящее око ну вот у кого фантазия хорошо развита увидят тут око ну здесь можно что угодно увидеть конечно так и вот здесь картина космос вы видите какой здесь цветок красивый папа использовал разные техники вот другая картина выполнена уже совершенно другой техникой называется эта картина зависть вот какие там я думаю все видят что там и две женщины такие лица прям очень четко видно золото здесь как вы видите все та же пока техника называется папина картина цветочный хаус сейчас я попробую приблизить вот так вот видите как здесь прекрасно можно увидеть различные различные цветы очень даже красивые тут есть можно рассматривать часами у картины конечно очень такие интересные а вот эта картина мой папа видит так джунгли видите просто пока название картину вот такой джунгли я еще раз напоминаю все это было написано за два месяца столько много картин потом я их всех обязательно посчитаю немножечко тут отсвечивает ну вот такие джунгли так видит их мой папа не очень нравится картина конечно не знаю даже чем она меня так зацепила действительно очень понравилось я просто в восторге от не называется она дьявол очень яркая такая тут такое сочетание цветов я просто в шоке может быть через камера этого не передает но надеюсь все таки вы поймете меня почему она мне так понравилось вот как я и говорила чтобы папа пробовал разные техники он даже пробовал вот такие вот это на картины все картины называются папины цветы то есть обычно такая классика вот вы сейчас я немножко поближе покажу эту папину классику это вот маки рамки папа тоже делает все сам то есть у него вот на пенсии пилась куча хобби и рамки сделать и картин нарисовать все надо все надо времени не хватает ему вот такие красивые цветы в ночи вот а сейчас я вот немножечко еще покажу таким более крупным планом вазы это все тоже делать мой папа из гипса но это вот конечно отдельная история про эти вазы вот но не будем отвлекаться и давайте сейчас посмотрим вот эту картину так мой папа видит лунный лес вот видите он как такой тоже трехмерный получается если подальше отойти очень ярко очень конечно смотрится мы просто все поражены мы не ожидали такого конечно что мой папа как я говорила он даже никогда карандаш в руки не брал только вот на на пенсии первый раз взял кисточку в руки вот тоже здесь такая красивая у него картина называется шторм там вот можно рассмотреть такой как парус а там несколько даже парусников я еще просто не совсем еще налюбовалась на картина еще точно сама там очень долго их не рассматривала и сейчас нахожу вместе с вами какие-то маленькие детальки вот интересные а это замечательная картина это вот твой папа показывает вам вид из иллюминатора корабля да очень кстати похоже когда мы отходим из таллина в хельсинки до открывается именно такой вид там увидите даже такое видно что город небольшой так мы видим город таллин когда отходим а это замечательная картина так мой папа видит подводную пучину на это тоже много чего конечно могу увидеть тоже такое интересное сочетание красок и такая довольно таки интересная техника вот такая подводная пучина а это замечательно тоже вот немножко такая другая технику папа использовал это вот осенний пейзаж вот такой вот красивый очень такие яркие цвета на золотая осень а это уже другой иллюминатор уже иллюминатор самолета это вид вот такой вид открывается на наш город когда мы прилетаем сюда ну а это уже другая галерея в другой комнате вот еще тоже они так все красивенько здесь у папы 50 сейчас мы тоже начнем здесь все рассматривать здесь у него и самая первая картина висит и самая последняя так вот его самая первая работа как я говорила вот такие милые три березки картина очень маленькая все так он не уверен нарисовал хотела там даже роспись стоит очень даже миленько а вот какая красота он нарисовал это любимое время года моего папы ранние весна вот такая прелесть тут березки вы видите и вот в такой красивой рамочке которую папа сделал тоже сам вот картина которая называется все не вечно вот вы видите такой большой взрыв произошел а здесь я сейчас попробую приблизить у дерева и вот животных это козочки там пасутся но да действительно к сожалению все не вечно немножко даже такая грустная картина но тем не менее она очень красиво и очень эффектно так смотрится вот еще тоже в такая вот необычная картина называется она сказка даже вижу здесь жар птицу но немножечко другого другой цветовой гамме выполнено но все же вот так вот видит мой папа сказочку вот такая замечательная картина а это не просто картина здесь можно сказать показано второе хобби моего папы это рыбалка вот в этот охотничий домик он приезжает на рыбалочку а это как бы запечатлено еще здесь ночь это как на ночной рыбалке когда мы папа и вот такой вид открывается на этот прекрасный охотничий домик но это любимая работа и последняя работа моего папы вот такая вот картина абстракция на этом направлении он наверное остановится так как он перепробовал много техники различные направления и вот все таки решил на становиться на абстракции сейчас я немножечко приближу чтобы показать вам вот структурно то картина очень структурно вот я вот так приближаю кажется что она нарисована вообще на джинсовой такой ткани вот такие лепесточки здесь вот вот такая необычная трехмерная я бы даже сказала картина получилось вот а сейчас мы пойдем святая святых моего папы это его мастерская папа конечно переделал балкон переделал под столярную там где он делает прекрасные свои рамочки ну а кухня теперь у него получается мастерская пойдемте посмотрим ну вот а теперь я проведу вас мастерскую моего папы вот это раньше была кухня на сейчас это мастерская немножко такой творческий тут бардачок посмотрите что его там красочки красочки фен даже ну а тут вы видите вот второе его хобби здесь у него такое панно из удочек он у меня очень заядлый рыбак такое второе основное его хобби ну а вот там видите красно там у нас балкон это столярная мастерская него уже там давненько ну а это еще такое прибавление его еще одна мастерская вот теперь кухня его тоже мастерская раньше был только балкон а теперь еще и кухня мама конечно очень рада напоследок я вот хочу показать вот его папина картина она конечно еще не дописана наверное ночью он ее конечно допишет и утречка мы будем на нее уже любоваться вот и что я хотела бы напоследок сказать что все таки мой папа немножечко боялся выходить на пенсию как всю жизнь он проработал но мои дорогие не нужно этого абсолютно боятся на пенсию как а за жизнь начинается и появляется очень много свободного времени чтобы прислушаться к себе и начать заниматься действительно тем что тебе действительно нравится вот таким счастливчиком оказался мой папа ну надеюсь вам понравилось мое видео кому понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на канал я буду всем очень рада всем пока и хорошего вам творческого настроения всем пока